Добрый день! После достаточно продолжительного молчания нарушим это самое так называемое молчание в канун Йом-Кипура несколькими очень важными телеграфным способом, методом сказанными мыслями про Йом-Кипур. Итак, вещи, которые нужны всем перед Йом-Кипуром. Нужно помнить, что сама суть, реальность наступления Йом-Кипура искупляет. То есть, то, что наступил Йом-Кипур, написано, что сам Йом-Кипур является днем искупления грехов из-за природы самого дня. В этот день, сам день искупляет вас от ваших грехов с раскаянием, с чувой. Что такое чува? Все знают. Чува, еще раз повторяем. Прекращение делать греха. Человек принимает, что он не будет его делать. Харата – это раскаяние в грехе. Видуй. Что такое видуй? Видуй – это признание в грехе. То есть, слово видуй еще переводится как отбрасывание греха в грехе. Человек говорит, я сделал это, говорит это. Тем самым он как бы выбрасывает его из себя. Видуй. Харата кабола леосит. То есть, раскаяние или признание. Исповедь. И кабола леосит. Принятие больше не делать. И харата, и раскаяние. Сожаление о том, что это сделано. Нужно очень важный момент. Молиться о том, чтобы Всевышний послал нам искупление грехов. Рафштаймон всегда это говорит. Рафштаймон говорит, молитесь в Йом-Кипур, чтобы Всевышний искупил, очистил нас от грехов. То есть, не просто прошел этот день, а именно мы просим тебя, Всевышний, каперлану. Искупи, очисти нас от грехов. Еще одна вещь. В Нейла Всевышний судит нас один, без никого. И этот момент, когда написано, что это квинтэссенция Йом-Кипура. Нейла. Последняя, пятая молитва. Йом-Кипур – квинтэссенция Элуля. Элуль – квинтэссенция года. Получается, что Нейла – это самая важная молитва в течение нашего всего года. В этот момент, несмотря на то, что мы уже голодные, несмотря на то, что нам уже тяжело, нужно сконцентрироваться, это последний бой, он трудный самый, но у нас нужна одна победа. И мы можем, если, знаете, 20 минут сконцентрироваться, 20-30 минут сконцентрироваться, несмотря на все наши физические недомогания в этот момент, мы уже голодные, нам жарко, нам хочется пить, все равно, если мы концентрируемся, если мы вкладываемся в этот момент, никакой материальности у нас нет, мы только соединяемся со Всевышним. Это самый такой момент соединения нашей души со Всевышним. В этот момент надо искренне, спокойно, быстро, четко помолиться. Нужно знать, что 13 качеств милосердия никогда не возвращаются пустыми, то есть мы и вся Нейлана в принципе построена на многократном повторении 13 качеств милосердия. 13 качеств милосердия, и поэтому нужно знать, что после того, как Йом-Кипур прошел, что Всевышний дает нам искупление. Вот мне принесли вопрос, так как если чува тоже необходима, то чем же искупляет сам день Йом-Кипур без чувы? Это большой вопрос, который нужно обсуждать, да, но в принципе мы говорим так, что чува необходима хотя бы минимальная, да, но в принципе у Йом-Кипура есть сила искупать часть грехов даже без чувы, только если люди не делали их без, ну, в смысле, а, сделаю, а Йом-Кипур исправлю. Поэтому не будем сейчас входить, зачем нужна и чува, и как этот день искупать. Мы говорим телеграфно сейчас, очень быстро, да. Сам день у него есть сила искуплять, нужно наше раскаяние, да, оно усиливает искупление, делает его полным, да, и нужно знать, что наша молитва не вернется пустой. Всевышний нас услышит. И поэтому в Йом-Кипур, в моце Йом-Кипур нужно сделать трапезу радости, потому что мы знаем, что мы чисты. И мой Рошива всегда это говорит. Не забывайте после Йом-Кипура, что вы чисты, да, потому что тогда, если вы чисты, не хочется на белоснежную рубашку капать грязью, да. То есть вот это ощущение чистоты после Йом-Кипура, сохраняйте его как можно дольше, и тогда это позволит нам быть на том духовном уровне, который нам дал Йом-Кипур. И более того, Равья Элли Лапиан говорит человеку, который сохраняет ту вещь, которую он принял на себя, вот этот момент единения со Всевышним, момент на Ила, это и есть тот момент, когда нужно сказать Всевышний, я в этом году хочу быть лучше, я буду там, например, не буду говорить Лошанору, и я хочу пойти по этому пути, я буду пять минут в день учить книгу Хофицхайма про запрет злословия. Например, да, и вот человек все то время, пока он держится за вот этот свой, например, то, что мы сказали, пять минут в день он учит книгу о запрете злословия, он держится на духовном уровне Йом-Кипура. Вот так вот вкратце, очень такая сухой остаток выжимка про Йом-Кипур. Желаем всем хорошего, счастливого Нового года, успеть сделать чуву, и, соответственно, тем самым быть в книге заслуг и удачи. Спасибо большое.